Тайна и важность Рождение свыше И сегодня будет часть третья Если вдруг вы пропустили первую и вторую часть Вы можете посмотреть это на нашем сайте lscjacks.org А сейчас я быстро повторю то, что мы с вами проходили уже Почему или зачем изучать эту тему Потому что это одна из фундаментальных теологических доктрин или истин Которая важна для каждого христианина И каждый христианин должен не только знать, что это такое Но и уметь другим объяснить, что такое рождение свыше Если взять такой простой обзор, что такое рождение свыше То есть таких три вопроса, которые мы задавали с вами Которые помогают запомнить легко Что такое рождение свыше Как оно происходит и когда оно происходит Итак, первое что Это когда в человеке появляется новая природа Внутри у него происходит большая перемена И это как это происходит? Это происходит благодаря Духу Святому Влиянию Духа Святого И, конечно, обязательно с помощью Слова Божья И третий вопрос, когда это происходит Если можно этот слайд на экран Такой короткий рекап То это происходит чаще всего во время покаяния искреннего Когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце Как личного Господа и Спасителя И мы также с вами говорили о том, что такое рождение от воды Потому что это процесс рождения свыше И рождение от воды в Библии Это символизирует Слово Божье Или влияние Слова Божья Мы также с вами говорили, что такое рождение от Духа Это имеется в виду влияние Духа Святого На слушающего, Слово Божье Мы также говорили с вами, почему необходимо рождение свыше Потому что человек до покаяния, после грехопадения Его дух, он мертвый Он не имеет общения с Богом Быть духовно мертвым Это значит быть отделенным от Бога И мы также говорили о том, что некоторые христиане Они могут, может быть не осознавая, быть не рождены свыше Во-первых, потому что родители Если у вас родители были верующие Это не значит, что вы автоматически становитесь верующими Потому что рождение свыше не передается через ваши гены Написано, что рожденные от плоти есть плоть А рожденные от Духа есть Дух Поэтому даже если у вас самые лучшие родители То вы должны лично пережить встречу с Богом И рождение свыше И только тогда вы сможете служить Богу Но совершенно на другом уровне И мы также говорили с вами о том, что люди часто путают Рождение свыше и хорошее воспитание Люди могут ходить в церковь Быть хорошо воспитаны Знать все христианские правила и порядки в церкви Но это не значит, что они рождены свыше Это что-то сверхъестественное Перерождение Духа Это то, что совершает сам Бог Меняя нашу природу внутри И этот процесс настолько важен Что Библия говорит Человек не может Просто не может Войти в Царствие Божие Быть спасенным Быть вечно с Богом в раю Если он не рожден свыше Написано в Библии, что не может войти И написано должно То есть должен каждый родиться свыше И как итог Римлянам 8 глава 10 стих написано Кто Духа Христова не имеет Тот и не его Здесь говорится тоже о рождении свыше Кто не имеет вот этого Духа от Бога Не принадлежит Богу В другом переводе так написано Вот верните тот слайд, который у вас был на экране Это вот короткий Нет, не этот рикап Что такое рождение свыше Вы можете, если желаете, сфотографировать И мы с вами закончили обзор первых двух частей А сейчас мы с вами переходим к третьей части Где мы с вами поговорим о том Рождение Это процесс Или же это мгновение И этот чаптер называется Рождение и рост Итак, рождение и рост Первый вопрос, который мы с вами попробуем порассуждать Я хотел бы его задать вам Как вы думаете, рождение свыше Те, кто уже слушали предыдущие части Это мгновение или это процесс Это происходит моментально, в один момент Или же это занимает время И мы с вами, видите, как вы на экране Пройдем по очереди Первое, мы с вами поговорим о том Что рождение свыше Допускаем, анализируем эту мысль Что это может быть как процесс Например, физическое рождение ребенка Не происходит тут же, сразу после зачатия Происходит определенный период После зачатия физического Это называется беременность И потом происходит рождение Иногда в духовном плане Когда человек слышит Слово Божье Это Слово Божье Которое обязательно участвует в процессе Рождения свыше Слово Божье попадает сначала куда? В сердце или в разум? Сначала оно попадает через наш слух В наш разум И потом мы уже решаем Пустить это в сердце наше Или же отвергнуть И вот когда это Слово Божье Попадает в наш разум В наши мысли Мы анализируем Правда, неправда Верю, не верю Вот этот момент Некоторые богословы Называют зачатием И потом человек думает Размышляет Беседует Ходит в церковь Подозревает Но с того момента Когда он принимает Это Слово в сердце Верою Вот тогда происходит Рождение свыше И это предполагаемая теория Которую Если вы знаете Такой пастор Роберт Моррис Он предлагает Именно вот этот взгляд На тему рождения свыше Но в Библии Наверное мы больше Можем объяснить Этот процесс На основании Притчи о сеятеле Где тот же принцип Применяется Но оно подтверждается Более ясней Библией Когда говорится о том Что семя Которое сеется Это Слово Которое проповедуется Оно также попадает Иногда В сердце человека И оно может Либо принести плод Либо же оно может Умереть Завянут Птицы его могут Поклевать И рождение может И не произойти То есть это тоже Относится Именно к процессу А теперь Поговорим с вами О варианте Если рождение Свыше Это мгновение Это происходит Просто моментально Например Как физическое Рождение Оно происходит Ну в течение Нескольких минут Появления младенца Именно само Уже рождение И Это называется Ну больше таким Моментом Или мгновением А потом Идет процесс Развития И роста Физически Человека Также Допускается Вариант Что и такой же Процесс Происходит И духовном Смысле После рождения Духовного Человека И вопрос Возникает Когда же Именно Это происходит Так вот Если мы возьмем Неверующего Человека Или можно Назвать Точнее Правильнее Не церковного Человека Который Который Может быть Жил Греховной Жизнью Который Не ходил Не посещал Церковь Не имел Личных Отношений С Богом И когда он Первый раз Попадает В церковь Или слышит Проповедь О Христе И он приходит Искренно К Богу В покаянии Чаще Тогда Именно Вот в этот Момент Человек Сверхъестественно То что Нельзя нарисовать Объяснить Об этом Пишет Библия Что это Рождение Свыше У меня вопрос Почему Некоторые люди Иногда Каются Много Раз Но Они Так и Никогда Не пережили Рождение Свыше Выходят К алтарю К сцене Особенно Это чаще Видно У детей Верующих Родителей Каются Грешат Грешат Снова Каются Самим Эта жизнь Надоела Но они Все равно Возвращаются Назад К своей Прежней Жизни Как вы думаете Почему Человек Так устроен Что Есть Такое Чувство Вины Иногда Этому Способствует Наша Совесть Иногда Это обличает Дух Святой И Человек Иногда Хочет Просто Освободить Свою Совесть Просто Ради Из того Чтобы Самому Себе Чувствовать Себя Легче Лучше И человек Приходит Как бы В покаянии К Богу Но при этом Он Неосознанно Не хочет Менять Образ Жизни Это Первое Второе Он Не Осознает То Что Он Сам Не Может Оставить Греховную Жизнь Не Может Сколько Раз Он Не Обещал Не Клялся Что Больше Не Буду Просто Не Может Потому Что Написано В Библии Мы Рабы Греха И Пока Человек Не Осознает Что Он Грешник И Пока Он Не Осознает Что Ему Нужен Спаситель Без Спасителя Иисуса Христа Он Сам Себя Спасти Не Может Он Будет Продолжать Возвращаться К своей Старой Греховной Жизни Вот Почему Некоторые Люди Приходят Каются И Возвращаются Назад Греховной Жизни Но Когда Люди Приходят В покаянии К Богу И Написано Исповедуют Грехи Признают Себя Грешникам Признают Что Им Нужен Спаситель И Принимают Его Верой Очень Искренно С того Момента Меняется Что-то Внутри Них Рождается Другая Природа Дух Божий Входит Возрождает Наш Дух И дает Нам Способность И силу Перестать Пребывать Или жить В грехе И Также Если Проанализировать Когда Происходит Рождение Свыше У Верующих Людей Которые С детства С младенчества Их родители Водили в церковь То здесь Этот процесс Вот Заметить Выявить Намного Намного Труднее И Если у вас Есть дети Вы наверное Согласитесь Что иногда Вот трудно Назвать Дату День Когда Вот это Произошло Один человек Мне рассказывал Что его папа Ходил в церковь Два года Постоянно Постоянно Ходил в церковь И вдруг Пришел Один момент Когда он Полностью Изменил Свою жизнь Это пришел Момент Когда слово Божье Имело Особое Колоссальное Влияние На него И он Принял Он принял До этого Он слушал Он рассуждал Поэтому Если мы Сделаем С вами Вывод Что же Все-таки Какой же ответ На вопрос Когда происходит Рождение Свыше Это процесс Или это Мгновение Мы с вами Видим на практике Что бывает И так И так У разных Людей Но больше Склоняюсь К мысли Что Само Рождение Это Мгновение Которое Иногда Трудно Трудно Выявить Или Заметить Но Рост Духовный После Этого Это уже Называется Процесс Вы знаете Что вы Можете Для женатых Людей Вы можете Забыть Свою Дату Забыть Дату Вашей Свадьбы Правда Бывает У женщин И вот Вы можете Забыть Дату Но вы Никогда Не забудете Что Был Такой Момент Что Ваша Жизнь Колоссально Поменялась Все Вверх Дном Поменялось И кто-то С вами Въехал В квартиру Вот Так же Бывает И процесс Рождения Свыше Вы можете Не помнить Точно Дату Когда Ты Стал Рожден Свыше Но ты Можешь Помнить Что пришло Время Когда Что-то Колоссально Поменялось В жизни И кто-то Как будто Бы Въехал В твою Квартиру Сердца И все Стало Совсем По-другому И Библия Еще Говорит Что этот Процесс Рождение Свыше Трудно Объяснить Иоанна Третья Глава Восьмой Стих Это Хорошо Показывает Английский Язык Где написано You can't Explain How people Are born Of the spirit То есть Ты 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 Трудно Объяснить Как Люди Рождаются От Духа Следующий Наш пункт Это мы с вами поговорим О росте Мы сейчас поговорили Когда это происходит А теперь Рост Рост Человека Который Уже Рожден Свыше Мы вообще с вами Призваны Расти Мы Рождаемся Чтобы Расти И Библия Призывает Нас Последователи Иисуса Христа Расти Изменяться И становиться Зрелыми Например 2 Коринфян 3 глава 18 стих Написано так Мы же все Открытым лицем Как в зеркале Взираем на славу Господню Преображаемся В тот же Образ Обратите С вами внимание На слово Что мы Преображаемся По-английски Написано Мы стаем Более И более Похожими И мы Меняемся Стоем Похожими На Христа Куда же Мы Преображаемся Или во что Мы Как мы Меняемся Духовный Рост Я думаю Самое Простое Объяснение Это Конечная Наша цель Это Быть Похожим На Христа Или Стать Христоподобным Максимально Есть такое Слово По-английски Christ Likeness Здесь Говорится И о Плодах О Плоде Духа И о Характере Христианина Которому Мы Еще Вернемся И вот Бывает Так Что Как Маленький Ребенок Который Рождается И не знает Как ходить Как кушать Как себя Одевать Так же Бывает И в Духовном Мире Когда люди Только Только Пришли К Богу Они Много Делают Ошибок И Многого Не знают И Это Нормально Это Процесс Роста Который Правдивый И в Физическом Плане И в Духовном Плане И Иногда Несмотря На то Что Эти Дети Маленькие Делают Ошибки При этом Все равно Они Называются Людьми При этом Все равно Они имеют Вот эту Человеческую Природу Вот Так же Бывает Иногда И в Духовном Плане Человек Рожденный Свыше Но Он Делает Ошибки Делает Иногда Некоторые Необъяснимые Вещи Потому Что Он Еще Не Вырос Не Стал Зрелым Духовно Хотя При этом Он Может Уже Быть Рожденным Свыше Но Проблема Возникает В Другом Когда Проходит Уже Лет Десять Или Больше Человека Который Посещает Церковь Который Уже Познал Покаялся Давно И Нету Роста Духовного Нету Перемен В привычках В характере В темпераменте В голосе В громкости Вот тогда Возникает Проблема Наверное Что на каком-то Этапе Рост Духовный Прекратился Я не случайно Прочитал Перед этим Места Писания Где Библия Призывает Нас Расти И вот Еще одно Местописание Матфея 11 глава 29 стих Где Библия Призывает Нас Учиться Возьмите Иго мою На себя И научитесь От меня Говорит Христос Ибо я Кроток И смирен Сердцем Задумывались Ли вы Когда-нибудь Что значит Быть Кротким Сердцем Порассуждайте Что значит На практике Быть Кротким Сердцем Видите Здесь идет Отличие Я смирен И Кроток Сердцем И оказывается Что этому Смирению Нужно Учиться А в процессе Учебы Происходит И рост Еще одно Местописание Евреям 5.12 Написано Ибо судя По времени Идет обращение К верующим Людям Это послание К церкви Написано Написано Так Судя Уже По времени Вам Надлежало Уже Быть Учителями Но Снова Нужно Учить Вас Первым Началом Слово Божье Для вас Нужно Еще Молоко То Что Свойственно Младенцам А не Твердая Пища И здесь Говорится О духовной Пище Оказывается Что Приходит Момент В жизнь Каждого Христианина Когда Библия Дает нам Вызов И говорит О том Что Нам Уже Пора Быть Учителями То есть Хотя бы Другим Рассказывать Учить Хотя бы То что Мы знаем Научились Каким-то Духовным Истинам А иногда Бывает Состояние Которое Описано Здесь В Библии Что Мы Еще Младенцы Мы Не Развиваемся На каком-то Этапе Остановился Этот Процесс И здесь Возникает Очень Такой Сложный Вопрос Или Я Никогда Не был Рожден Свыше Что Трудно Признать Человеку Который Посещает Годами Церковь Или На каком-то Этапе Мой Духовный Рост Прекратился И Нельзя Сказать Что Вы Никогда Не Росли Нет Возможно Вы Росли Скажем Жизнь До Покаяния И После Изменилась Но В какой-то Момент Она Перестала Меняться Человек Согласился С мыслью Что Мой Характер Он Не Изменится Что Я Есть Какой Я Есть Но Я Верю Что С помощью Божьей Мы Можем Меняться С помощью Божьей Подчеркиваю С помощью Божьей Мы Можем Расти И Становиться Лучше Ведь Это Наша Конечная Цель А Если Мы Уже Выросли И Уже Лучше Не Станем Тогда Мы Подвергаем Сомнению Зачем Тогда Ходить В церковь Читать Библию Если Это Нас Не Меняет Или Больше Не Способно Лучше Изменить Вот До Определенного Уровня Мы Дошли И Все Я Верю Братья И Се Се Что Мы Способны Меняться С помощью Божьей Призваны Расти И Когда Мы Говорим О Росте Здесь Также Подходит Вот Этот Принцип Плодов Когда Человек Начинает Приносить Плод Заметьте Что Бог Возрождает Человеческий Дух Дух Который Был Мертв До Покаяния Потом Его Бог Животворит Этот Дух Оживает Для Общения С Богом И Библия Именно Обращается К Духу И Говорит Что Мы Призваны Приносить Плод Духа Об этом Написано Галатам 5.22 И Здесь Смотрите Какой Список Плод Духа Который Мы Как Верующие Уже Знающие Бога Призваны Иметь В своей Жизни Как Часть Характера Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость И И Вы знаете Что Я Всегда Успокаивал Себя Один Таким Моментом Что У меня Например Ну Мир Есть Слава Богу Ну Милосердие Тоже Есть Слава Богу Вера Тоже Есть Ну Вот Половина Или Даже Большая Половина Из Этого Списка У меня Есть То Я Имею Эти Качества Я Сам Себя Так Оценил Ну Вот Некоторых Там Скажем У меня Нету Я Не Буду Признаваться Что И Вот Я Как бы Думаю Ну У меня Плоды Духа Из списка Больше На 60-70% Есть Но Интересно Если вы Посмотрите Что И Русский Язык И Английский Язык Не Говорит О Плодах Во Множественном Числе А Говорится Плод Один В Единственном Числе А Потом Идет Целый Список Оказывается Что Когда Мы Говорим О Плодах Духа То Верно Или Правильно Сказать Плод Духа Один Который Включает В себя Вот Эти Все Качества Теперь Вы Видите Настолько Мы Видим Что Нам Еще Есть Куда Расти Потому Что Это Все Относится К Плоду Духа И Мы Призваны В своей Жизни Иметь Или Проявлять Именно Этот Плод Духа То Что Относится К Христоподобию Или же К Нашему Характеру И Вы Знаете Что Я Не Просто Думаю Но Я Вижу В жизни Как Люди Рожденные Свыше Они Растут И Меняются У нас Недавно В церкви Было Водное Крещение И Два Человека Приняли Водное Крещение Которые Не Были С Детства Верующие Они Не Ходили В церковь Годами Они Пришли К Богу Вот Год Назад И Я Спросил У Одного Мужа Скажи Пожалуйста Почему Ты Решил Принять Водное Крещение И Стать Христианином Как Вы Думаете Какой Ни пастырь Ни церковь Он Сказал Моя Жена А Год До Этого Покаялась Его Жена Которая Тоже Пришла Из Мира И Он Говорит Когда Я Увидел Когда Я Увидел Перемены В моей Жене То Я Я Ждал Я Думал Ну Просто Неделя Попалась Хорошего Настроения Должно Вернуться Наше Настроение Проходит Вторая Неделя Снова Продлилась Благодать Хорошего Настроения И Проходит Месяц Третий Шестой И Он Говорит Я Не Узнаю Свою Жену Ее Реакция Ее Отношение Ко Мне Ее Поведение Ее Взгляд На Жизнь Ее Вот Этот Мир Я Говорит Сказал Именно Вот Ее Поведение Повлияло На Меня Смотрите Какое Произошло Изменение В жизни Человека Что Повлияло На Жизнь Другого Не Церковного Человека Другая Семья Которая Тоже Покаялась У нас В церкви Вот Он Летом Принял Водное Крещение Спрашиваю А почему Ты Решил Служить Богу И Принять Крещение Он Говорит Моя Жена Но Он Рассказал Немножко С другой Позиции И сказал Что Я Когда Смотрю На Свою Жену Смотрю На Ее Радость Смотрю На Ее Позитивный Дух Говорит Я Захотел Иметь То Что Имеет Она И Я Говорит Не знаю Вашей Теологии Всех Принципов Что Я Должен Сделать Но Я Пришел Я Хочу Иметь То Что Имеет Она Мир Позитив И Он Пришел К Богу Тоже В покаянии Тоже Через Исповедание Принял Христа И Сегодня Он Посещает Церковь Видите Как Друзья Вот Эти Процессы Рождения Свыше И Если Человек Имеет Рост Это Будет Влиять И На Других Людей И Плюс Мы Сами От Этого Получаем Благословение Когда Мы Растем Одно Из Условий Роста Духовного Или Роста Физического Это Конечно Питание Питание Без Этого Человек Не Может Расти 1 Петра 2 глава 2 стих Написано Так Как Новорожденные Младенцы Возлюбите Чистое Словесное Молоко Дабы От Него Возрасти Вам Во Спасение Идет Речь О Питании Употребляется Молоко Именно То Что Нужно Младенцам Маленьким И Дальше Написано К Спасенным Людям Если У меня Спросить Сейчас Кто Из вас Считает Себя Спасенным То Я знаю Что Большинство Из вас Поднимет Руку А теперь Внимание На Экран Обращение Слова Божия К Спасенным Написано Чтобы Вам Возрасти Во Спасение По Английски Написано To Grow Up In Your Salvation Ты Уже Спасен Ты Уже Рожден Свыше Но Это Не Конец Библия Призывает Расти Развиваться Становиться Зрелым Именно Уже Спасенным Людям И если Мы Не Имеем Питания Молоко Здесь Представляет Именно Слово Божье Это Преобраз Питания Слово Божье Библия Которое Необходимо Нам Читать Верующим Регулярно Если Мы Это Не Делаем То Тогда Человек Два Варианта Либо Он Слабеет Слабеет И Стает Очень Слабым Либо Он Заболевает Духовно Заболевает Духовно И Тогда Друзья Происходит Такой Процесс Когда В церковь Ити Не Сильно Хочется Когда Библию Читать Не Сильно Хочется Мы Не Против Просто Не Хочется Честно Когда Молиться Тоже Не Сильно Хочется Мы Не Против Молитвы Но Честно Не Сильно Хочется И Библию Мы Не Читаем Каждый День Вот Это Диагноз Человека Который Духовно Заболел Ослабел Правда Вы Все Знаете Когда Некоторые Люди Дети Болеют Их Заставляют Кушать Они Не Хотят Им Говорят Нет Кушай Зачем Такое Насилие Над Детьми Или Над Взрослыми Говорят Тебе Надо Кушать Не Не Хочу Ничего Надо Пить Не Хочу Человек Вы Понимаете Больной Вот Это То Что Важно Нам Запомнить А еще Сложнее Признать Когда Человек В таком Состоянии Вроде И посещает Еще Церковь Но Если Что-то Не Изменится То Он Будет Слабеть Слабеть И Слабеть И Будут Такие Моменты Когда Он Просто У него Он Не Сможет Побеждать Грех Не Потому Что Грех Слишком Сильный А Потому Что Ты Слишком Слабый Духовно А Написано В Библии Что Мы Можем Побеждать И Мы Можем Все В Укрепляющем Меня Господи За Что Слава Иисусу Христу И Последний Подпункт Вот этой части Рождения И роста Очень важно Это то Что No Birth No Growth Если Нет Рождения То И Не Будет Роста А Вот Это Уже Очень Опасно Если Человек Посещает Церковь Никогда Не Был Рожден Свыше О Каком Росте Мы Можем Говорить Расти Может Только То Что Родилось Вот Почему Верующим Людям Я Призываю Я Приглашаю Я Прошу Если Вы Даже Долго Ходите В Церковь Дайте Шанс Духу Святому Спросите Рожден Ли Я Свыше Или Я Просто Хорошо Воспитан И Хожу Из-за Хорошей Привычки В Которую В Меня Вложили Родители Поэтому Здесь Это Делает Такую Сильный Итог Евреям Написано 4.2 Не Принесло Им Пользы Слово Слышанное Нерастворенное Верою То есть Представьте Себе Что Можно Слышать Слово Можно Слышать Проповеди И Не Приносит Это Пользы Вы Скажете Ну Как Ну Хорошо Хорошо Досидите До Конца Не Надо Домой Хорошо Что Вы Здесь Хорошо Что Мы Слушаем Но Если Это Слово Которое Мы Слышим Оно Не Принято Верою Глубоко Искренно И Лично То Написано В Библии Оно Иногда Не Приносит Пользы Вот Почему Иногда Вот Этого Роста Нету Потому Что Никогда Не Было Рождение И Еще Один Момент Это Рождение Возможно Только Тогда Когда Два Два Элемента Соединяются Вы Знаете Что Это Правда В физическом Физиологическом Мире И В Духовном Мире Задействованы Два Бог И Человек Бог Не Заставляет Человека Бог Обращается К Человеку Предлагает Человеку Но С того Момент Когда Человек Соглашается И Принимает Это В Сердце Соединяется Два Дух Божий Дух Человеческий И Он Когда Два Соединяются Происходит Зачатие И Рождение Поэтому Иногда Люди Не родились Свыше Потому Что Они Никогда Не Встретились Иисусом Христом Лично Никогда Не Было Встречи Никогда Не Было Вот Этого Connection Two Are Supposed To Connect Но Если Они Не Соединились Никогда Не Встретились Вот Почему Иногда И Не Происходит Рождение И Так Как Итог Вопрос Снова Я Родился Когда Либо Свыше Или На Каком Этапе Я Перестал Расти Или Я Расту И Благодарю Бога Следующий Наш Пункт Это Мы С Вами Поговорим О Новом Творении New Creation И Новая Жизнь Об Этому Тоже Говорит Библия И Это Тоже Часть Именно Вот Этого Процесса И Тайны Рождения Свыше Я Еще раз Хочу Заметить Эту Мысль Очень Чтобы Его Исправлять А Бог Все Сначала Делает Полностью С нуля Рождает Его Свыше Творит Новое И Об Этому Библии Написано Так 2 Коринфянам 5 17 Итак Во Христе Тот Кто Во Христе Тот Новая Тварь Новое Творение По-английски Написано Who Is In Christ Who Belongs To Christ Has Become A New Person Кто Принадлежит Христу Он Становится Новым Человеком В другом Переводе Тоже Написано Новым Творением Итак Библия Говорит Что мы Становимся Новым Творением Вопрос Когда Мы уже Об этом Поговорили При Рождении Свыше Следующий Вопрос Почему Ж Интересно Может быть Вам Задавали Такой Вопрос Почему Некоторые Хорошие Люди Идут В Ад Что Я имею Ввиду Хорошие Люди Хорошие Люди Это имеется Ввиду Хорошо Воспитанные Люди Не Бандиты Не Занимаются Криминалом Никого Не Убивают Не Пьют Не Курят Живут Культурной Хорошей Жизнью Имеют Высокое Образование Почему Такие Люди Не Могут Спастись Вот Почему Потому Что Спасает На основании Библии Не Наша Культура Не Наше Воспитание И даже Не То Что Мы Не Делаем А Спасает Только Рождение Свыше Вот Почему Мы Говорим Об этой Теологии Которая Некоторым Может быть Кажется Сложной Но Но Которая Очень Важна Только Вот Когда Мы Рождены Свыше И Мы Обретаем Другую Природу Вот Только Тогда Библия Говорит Что Кто Не Родился Свыше Не Может Войти В Царствие Божие И Снова Большой Вывод Чтобы Иметь Другую Природу Это Не Определяется Нашим Поведением А Только Рождением Например Вы Знаете Что Обезьяну Можно Научить Хорошим Иногда Манером И Вы Знаете Что Собаку Тоже Можно Иногда Научить Когда Сидеть Когда Лежать Но При Этом Собака Остается Собакой И Как Бы Мы Не Адресировали Обезьяну Хорошо Себя Вести И Кушать Аккуратно Обезьяна Все равно Остается Обезьяной По Природе Вот Точно Так же И Человек Его Можно Научить Воспитать Но Вопрос Какой Он Природы И Когда Человек Происходит Рождение Свыше С С помощью Под влиянием Духа Святого И Слова Божия Которое Принимает Человек Верой В свое Сердце Тогда Бог Творит Создает В нас Новую Природу Меняет Нашу Сущность Физически Все остается Как бы Одинаково И вот Тогда Наша Ответственность Здесь важно Заметить Что Перерождает Нас Бог Это Его Ответственность Он Дает Нам Эту Новую Природу Но Дальше Наша Ответственность Дать Полный Контроль Отдать Богу Контроль Над Нашей Жизнью Вот Это Важно Отдать Богу Контроль Над Нашей Жизнью Чтобы Вот Это Новое Что У нас Есть Чтобы Оно Доминировало И Управляло Нами То Что От Бога То Что От Духа Или Второй Вариант Нами Будет Управлять Наша Греховная Плоть И Мы Всегда Находимся В этой Борьбе Галатам 2.20 Написано Уже Не я Живу Говорит Павел Но Живет Во мне Христос И Что Ныне Живу Во плоти То Живу Верою В Сына Божия Возлюбившего Меня И Оправдавшего Себя За Меня Еще Один Вариант Перевода Уже Не я Но Христос Живет Во мне Моя Жизнь В этом Теле Пока Мы На Земле Это Жизнь Верой В Сына Божьего Значит Давайте Еще раз Детальный Уже После Рождения Свыше Живет В нас Христос И Мы Это Принимаем Живя Еще В теле На Земле Верою И Поэтому У нас Есть Все Возможности И Выбор Жить Так Как Учит Нас Иисус Христос И Когда Люди Приходят К Богу Когда Они Рождаются Свыше Это Кардинальное Изменение В Человеке Меняет Свой Взгляд На Грех Полностью Меняет Свой Взгляд На Приоритеты Он Иногда В глазах Сияет Лицо Его Меняется Когда Особенно Человек Только Первый Раз Услышал О Боге И Принял Эту Благую Весть Его Отношение Меняется Его Поведение Меняется Он Получает Силу Бороться Против Греха Раньше У него Даже Желания Не Было Это Полностью Радикальный Поворот На 180 Градусов Человек Шел В одну Сторону Потом Он Меняется И Начинает Ити В другую Сторону Мне Еще Нравится Как Дерек Принц Называет Этот Процесс Что Человек Меняет Полярность Он Раньше Юг Полностью Меняется Что-то Во всех Сферах Человеческой Жизни И Даже Несмотря На То Что Человек Который Рожден Свыше Иногда Еще Делает Ошибки И Способен Согрешать Иногда Проявляется Его Дух Его Греховная Плоть Но При этом Он Имеет Все равно Другую Сущность Все равно Внутри Он Другой Сущность Внутри У него Другая Вот Почему Написано В Библии Притче 24 16 Ибо Праведник Семь раз Упадет И Встанет Почему Он Встанет Хотя Он И падает Но Он Встанет Потому Что Есть Что-то Внутри Него То Что Не Имеют Другие В нем Есть Дух Божий Который Его Поднимает И Даже Если Человек Падает Иногда Низко Даже Если Человек Уже Так Упал Что Он Уже Не Идет А Ползет И Даже В таком Состоянии Он Все Равно Ползет По Направлению К Богу Потому Что В нем Есть Другой Дух Но Человек Который Этого Не Имеет Независимо Он Стоит Сидит Или Он Ползет Он Ползет Не В ту Сторону Вот Почему Крайне Важно Рождение Свыше Именно Рождение Свыше И Вы Знаете Что Одна Иллюстрация Очень Хорошо Объясняет Вот Эту Новую Природу Или Новое Творение Сейчас Вы Увидите Фотографию Свиньи И Овечки И Смотрите Что Интересно Если Вам Видно Свинья Грязная Валяется В Болоте И Чистая Белая Овца Интересно Что Если Они Подружатся Подружились Скажем Или Им Пришлось Идти В Поход Вместе Или Им Дали Задание И По Дороге Оба И Свинья И Овца Оба Упали В грязь Болота Тоже 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 Иногда В Болоте Падает И В Грязь Падает И Куда Падает Куда Не Надо Падать Да Но Разница В Том Что Она Упала И Она Быстро Хочет Оттуда Выбраться И Уйти А Свинья Упала В Болото И Говорит Овце Релакс Все Нормально Меряем Глубину И Она Валяется Видите Даже Может Сдремнуть Никуда Не Спешит Все Нравится Все Устраивает Причина Природа Разная Природа Разная Вот Так же Бывает И С Человеком Который Иногда Спотыкается Иногда Падает По По Нашему Согрешает Но Если Этот Человек Рожден Свыше Он Обязательно Будет Вставать Он Будет Чувствовать Себя Плохо Ему Он Будет Чувствовать Себя Виноватым Он Будет Не Знать Перед Кем Извиняться Он Будет Бежать К Богу И Каяться Просить Прощения Он Будет Вылазить С этого Болота Это Рожденный Свыше В котором Новая Природа Это Называет Библия Новое Творение Вы Теперь Новое Творение Вы Новая Тварь Вы Уже По Другому Созданы Внутри У вас Работает Все По Другому Но Если Вы Упали В грязь В грех И Вы Думаете Покаюсь Попозже Еще Немножко Полежу В Моем Бассейне Еще Немножко Побуду В этом Состоянии Или же Человек Даже И не Хочет Выходить Ему Просто Нравится Нравится Грех Нравится Этот Образ Жизни Ему Так же Нравится Иногда Выйти И Постоять С овцом И Быть Чистым То есть Прийти В церковь И сходить И послушать Почему нет Саморазвитие Самообразование Всегда Полезно Но потом Он снова Возвращается В свою Прежнюю Жизнь Вот почему Сегодня Нам это Настолько Важно И в следующей Нашей серии Мы с вами Будем Говорить об Одном Мне кажется Очень Интересном Вопросе В Библии Написано Рожденный От Бога Не грешит А у меня К вам вопрос А вы Иногда Грешите И И общество Растерялось Вот этот вопрос Мы с вами поговорим В следующий раз Так мы же Так вы Все Совершенно Идеальные Или вы Не идеальные А как же Тогда понять Что Библия Говорит Что Рожденный От Бога Не грешит А мы Иногда Вроде Как и Нечаянно Грешим Это Очень Интересный Вопрос Который Будет В следующей Части Я хотел бы Еще В заключение Сказать Что Дерек Принц Который Служил в Английской Армии И По образованию Был философ Он Говорит о том Что Я Читал Библию Много Раз И Каждый Раз Я пытался Анализировать И понять Ее Разумом И Логикой И Чем Больше Я пытался Это Сделать Разумом И Логикой Чем Больше Я Попадал В Конфьюз Не Понимал Но С того Момента Когда Он Понял Что Нужно Что Сверх Естественное От Бога Это То Что Важно Нам Сегодня Верующим Которые Понять Что Иногда Перед Чтением Библии Важно Призвать И Сказать Дух Святой Ты Вдохновил Это Слово И Писание Это Слово Тобой Вдохновенно И Написано Еще В Библии Есть Такое Место Что Бог Открыл Людям Разум К Чему К Чему Громче К Уразумению К Пониманию Писания А Теперь Представьте Себе Что Можно Читать Библию По-своему Вот Как Я Напрягаюсь И пытаюсь Ее понять И иногда Не понимаю А иногда Можно Пригласить Духа Святого И сказать Дух Святой Ты Мне Открывай Твои Истины Ты Мне Объясняй Ведь Это же Тобой Написанное Слово Открой И мой Разум К Пониманию Писания И Твоих Истин Обращайтесь К Богу Именно Так И Вы будете Получать Из Библии Откровения Это Слово Будет К вам Говорить И Можно Сегодня Возможно Признать Что я Читаю Библию Но я Там Ничего Нового Не Узнаю Ничего Нового Не Понимаю Просто Думаю Что Надо Вот Почему Иногда И Делаю Но Ведь Это Ж Можно Сказать Не Жизнь А Существование А Ведь Есть Другой Уровень Которому Мы С Вами Можем Стремиться И Вы Пастор Роберт Моррис Говорит О том Что Я слышал Свидетельство Что Человек Пришел К Богу Покаялся Говорит Но я Не Изменился Прошло Пару Лет Потом Я Стал Петь В Группе Прославления И Пожертвовал Определенную Сумму И Я Изменился И Он Говорит Это Ложь Человек Не Может Измениться Потому Что Он Стал Петь В Группе Прославления Или Он Что Пожертвовал Изменение Возможно Только После Рождения Свыше Это Сверхъестественный Процесс Который Происходит Внутри Человека Я Приведу Вам Пару Примеров Которые Меня Вдохновляют Из Нашей Церкви Из Нашей Молодежи Которая Принимала Крещение Именно В этом Году Здесь У нас Один Парень Мне Сказал Что Я ходил В церковь Давно Ходил В церковь С детства Иногда И каялся Иногда Родители Мне Лекции Морали Читали Ничего На меня Не влияло Но Говорит Однажды В церкви На парковке В машине Мы имели Беседу И потом Мы помолились И потом Я начал Плакать И он Мне это Рассказывает И с того Момента Говорит Моя жизнь Больше Никогда Не была Прежней Хотя До этого Он и ходил И молился И каялся Но все равно Грешил Все равно Не мог Иметь Вот этого Прорыва Но Происходит Момент В жизни Человека Когда Человек Принимает Слово Божие На другом Уровне На другом Уровне Верою Искренно Лично Сам И тогда В его жизни Меняется Что-то Другой парень Тоже из нашей Церкви Молодой Пацан Говорит Что я тоже Ходил Ничего Не менялось Был в зависимости Родителей Не слушал Но Говорит Однажды Пришел Даже не в церковь А просто на молитву Молодежную И говорит После этой молитвы Я говорит Очень искренне Помолился Богу Как никогда И что-то Произошло В моей жизни И с того момента Он никогда Не вернулся К прежней Своей жизни Никогда Это то Что называет Библия Рождением Свыше Новой тварью Новым творением И мы с вами Братья и сестры Мы с вами Новое творение Мы имеем Все шансы Жить по-другому Жить на другом Уровне У нас есть Другой дух И если сегодня Ты подавлен Своими проблемами Своими семейными Обстоятельствами Своим настроением То помни Все что тебе нужно Это получить Что-то в твой дух Бог говорит В дух Бог рождает И возрождает Твой дух И если твой дух Сегодня Ободрится Или родится То тогда Все будет по-другому И в твоем доме В твоем настроении И на твоем лице Будет совершенно Другая радость Вот почему нам Нужно сегодня Понять И обращаться И говорить Господь Научи меня Духом Слышать тебя Духом Который рожден Во мне Научи меня Господь Жить По духу Который ты мне дал Внутри меня Господь Когда я буду читать Библию Я больше не хочу читать Как я раньше читал Я прошу тебя Дух Святой Учи меня И открывай мне Твои откровения А если сегодня Ты не уверен Рожден ли ты свыше Если сегодня Ты еще Не принял Христа Как своего личного Спасителя И Господа Ты можешь это сделать Прямо сейчас Прийти и сказать Господь Я Сдаюсь Я признаю Я признаю Мне нужен Спаситель Сам себя Спасать пробовал Не смог А к верующим людям Хочу напомнить Написано в Библии Возлюбите Чистое Словесное Молоко Дабы от него Возрасти Нам Вам Во спасение Призваны Расти Дабы от него Субтитры создавал DimaTorzok